Сегодня состоялась 20-я сессия Народного хурала, а согласно повестке было рассмотрено 20 вопросов. Вначале члены парламента рассмотрели кадровые вопросы в связи с отказом от мандатов депутатами Валентином Хорошевским и Баиром Штепиным. Были признаны полномочия Якова Германа и Дорджи Риджиева. Далее народные избранники обсудили проект бюджета на 2021 год. По информации Минфина, в будущем году расходов планируется на 18 миллиардов. Доходов ожидается меньше, соответственно вырастет дефицит почти на 51 миллион. В 2022 году планируется небольшое повышение доходной части на 705 миллионов. Профицит составит 121 миллион. По прогнозам на 2023 год превышение доходов над расходами составит почти 363 миллиона. Снижение объемов расходной части в 2023 году обусловлено с неполным распределением субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В целях исполнения указов президента в регионе планируется значительные ресурсы сконцентрировать на реализации 11 национальных проектов, включая 36 региональных программ. На финансовое обеспечение государственных программ планируется направить в 2021 году 17 миллионов 300 тысяч рублей. Это 95% всех расходов. Основные доходообразующие источники республиканского бюджета это у нас 4 налога. Это налог на прибыль на организацию в университете порядка 36%, налог на доходы физических лиц 17%, налог на имущество организации порядка 16% в университете и акцизы. Прежде всего это акцизы на нефтепродукты, 25% занимают в структуре доходных источников республиканского бюджета. По налогу на прибыль в последние годы мы здесь видим положительную динамику, но основная структура налога на прибыль традиционно имеет ярко борьбу в топливно-энергетическом направлении. Здесь у нас с основными платежками является это подразделение НКПК и УКОРУ. За следующего года у нас планируется поступление налога на прибыль от организаций, которые уже работают в сфере энергетики, в частности в области солнечной и ветроэнергетики. Работа продолжается, не завершена по формированию бюджета, но ко второму счету планируется уточнение объема финансовой помощи в федеральном бюджете. Вице-премьер России Марат Хуснулин и глава Комаги Батухасиков обсудили вопросы развития республики. На встрече были затронуты вопросы дорожного строительства, а также реализация нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода». Как сообщил Батухасиков, в ходе совещания достигнута договоренность по целому ряду вопросов. Строительство жилья, увеличение энергомощностей и финансирование нацпроекта «Чистая вода», аудит Экибурульского группового водопровода с определением его судьбы по эксплуатации. Также запланировано, что до 2023 года в республике существенная часть федеральных дорог будет расширена с двух полос до четырех с разделением встречных потоков. Это обеспечит безопасность дорожного движения. Одной из главных проблем строительной отрасли республики является недостаток мощностей для технологического присоединения к электрическим сетям. Данный вопрос будет проработан в интересах строителей. В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано значительное увеличение жилищного строительства до 2030 года. Также будут определены источники финансирования для обеспечения жильем граждан, пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме «Листы» по адресу 2-й микрорайон, дом 15. В ходе реализации федерального проекта «Чистая вода» завершается формирование проектно-сметной документации, по итогам которой обсуждается значительное увеличение финансирования работ по водообеспечению региона. Было принято решение по формированию рабочей группы по Экибурульскому водопроводу с включением в нее представителей федеральных ведомств. Данная группа должна выехать на место и представить предложение по дальнейшей судьбе водопровода. Резонансное видео появилось 9 декабря в социальных сетях. На анонимных кадрах с телефона запечатлен массовый падеж скота. Показаны лежащие кучами десятки мертвых животных, а также живые овцы, шиплящие шерсть друг друга. В источниках, где были размещены эти кадры, сказано, что действия якобы происходят в Калмыкии. Выяснением обстоятельств занялись все заинтересованные ведомства республики. По словам сотрудников ветеринарной службы, по поводу массового падежа скота в их структуру никто не обращался. А значит тот факт, что дело было в Калмыкии, можно с большой вероятностью исключить. Известно, что за сокрытие подобного рода преступлений предусмотрена административная статья. По действующему законодательству владельцы животных в течение суток должны обратиться в ветеринарную службу для установления диагноза падежа и метода утилизации. С 8 по 10 декабря в учреждения ветеринарной службы республики никто не обращался по поводу массового падежа. Поэтому никто не обращался. Обращений не было такого характера. И хотелось бы обратиться ко всем сельхозтоваропроизводителям. В случае гибели животных немедленно обращаться в учреждения ветеринарии, находящиеся в каждом районе. У нас есть своя станция по борьбе с болезнями животных. Обращаться туда о выявлении причин гибели, исключения инфекционных болезней и метода утилизации. Ну а также граждане, владельцы животных обязаны создать благоприятные условия для содержания животных. Куда входит в том числе и кормление, и водопой. Это тоже законно предусмотрено. Компрометирующее видео прокомментировал и министр сельского хозяйства Максим Инкнасунов. Он рассказал, что в целях идентификации поголовья сельскохозяйственных животных и возможных причин, повлекших их гибель, направлены официальные письма в управление ветеринарией Калмыкии и главам районов. Кроме того, привлечены правоохранительные органы. Мы тесно общаемся с управлением ветеринарией. Сегодня мы написали официальный запрос в Министерство внутренних дел по республике Калмыкия с просьбой провести процессуальные действия по этому видеоролику. И второй момент. Я считаю, что данный видеоролик носит такой провокационный характер, потому что ни автора не указывается, ни место расположения этого хозяйства. И даже вот само название «Голодомор» в Калмыкии такое слово не употребляется, не используется. Такое ощущение, что оно взято из, например, учебников истории. Минсельхоз республики и руководство региона предпринимает все возможные меры, чтобы обеспечить кормами хозяйства, особо пострадавшие во время летней засухи. Напомню, в восьми районах Калмыкии был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим федеральный центр принял решение о выделении Республики господдержки на финансовое обеспечение затрат на приобретение кормов. Субсидии в размере 562 миллионов рублей уже в процессе доведения до сельхозтоваропроизводителей. С 27 ноября по 7 декабря мы проводили прием документов. По целевому индикатору у нас 54 сельскохозяйственных организаций, 1416 КФХ и ИП. На данный момент подано заявок на 1174 хозяйства. Из них 47 предприятий и КФХ. Вчера уже мы направили информацию в казначейство уже на финансирование, на предоставление бюджетных обязательств. Это порядка 235 миллионов рублей. Наша цель – как можно быстрее уже начать финансирование наших аграрьев. В Калмыкии за сутки выявлено 105 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровело 37 человек в тяжелом состоянии 19 пациентов, из них 15 на ИВЛ. Умерших с начала пандемии 166 человек. Госпитализировано в инфекционной больнице 714 G в Калмыкии в режиме домашней изоляции 4349. По словам замминистра здравоохранения Галины Денькиевой, на сегодняшний день ожидается поступление вакцин против коронавирусной инфекции. Поступление вакцин будет строго по графику, по регионам. Как только вакцины поступят, мы приступим уже к вакцинации и гражданского населения нашего. На сегодня по вакцинации гриппа, хочу сказать, мы получили три транша, в общем, в количестве 155, 303 тысяч, 338 вакцин. Прививочная кампания завершается 15 декабря. Третий транш мы получили 1 декабря и вот до 15 декабря мы должны завершить. По вакцинации коронавирусной инфекции я очень прошу наших земляков принять участие в вакцинации. Почему? Потому что мы должны вакцинировать более 60-70% населения, чтобы у нас была иммунная прослойка. Учитывая, что наши земляки на сегодня все приехали из других регионов на ЗУЛЭ, далее они остаются на Новый год. И вот этот приезд привел к большому количеству выявляемых заболевших от коронавирусной инфекции. Я думаю, что все, кто приезжает в наш регион, наши земляки должны прежде всего самоизолироваться, сдать анализы и далее уже не причинять проблем своим родным и близким, друзьям. Ультромарафонит Дмитрий Ерохин сегодня прибыл в Калмыкии, чтобы принять участие в молодежном проекте «Диалог на равных». В Калмыкии Ерохин в третий раз, он был участником проекта «Рануралан-2017». Затем в 2018 году принял участие в забеге бегом через Калмыкию с севера на юг в поддержку сохранения популяции сайгаков. Профессиональный юрист Ерохин долгие годы в качестве хобби ставит рекорды в забегах и путешествует по России и за ее пределами. Пробежать по территории Калмыкии спортсмен намеревается летом 2021 года. Бежать по степям Ерохину доставляет особое удовольствие, поделился в своем интервью ультромарафонец. Во многих местах я рекомендую и сам путешествую в разные времена года, при разных обстоятельствах посмотреть. Потому что степь разная, даже я бежал с севера на юг Калмыкии в апреле и она сама Калмыкия отличается. То есть, если я когда был на севере, на границе с Волгоградской областью, там еще степня высохшая была, глина, лужи, вот эти были озера, не расставшие снег по километру. А добежал до юга, а там уже пустыня. Все-таки бежать по степи так классно, потому что ты можешь бежать в любое направление, по компасу, по GPS, потому что вот где тайга, по бурелому продираться, по горам лезть, по скалам продираться, что-то это вынуждено, мне очень сильно понравилась степь. Я еще хочу сюда вернуться и попробовать новый мировой рекорд установить пересечение Калмыкии. Глава администрации Листы Дмитрий Трапезников вручил волонтерам медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Мы вместе». Награды вручены от имени президента страны. Как было отмечено, добровольцы Калмыкии с начала пандемии доставили более 5000 продуктовых наборов гражданам 65 лет. Они также оказывают поддержку маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам, доставляют предметы первой необходимости, медикаменты, средства индивидуальной защиты. Развозили продукты, маски, а также организовывали людей, которые нам помогали. Очень много людей отзывалось и помогало нам, молодых людей, старше возрастом. И рада, что благодарность нас поощрили, не только нас, а всех, кто был неравнодушен к этой акции. По словам Дмитрия Трапезникова, бескорыстное отношение к волонтерскому делу заслуживает наивысшей похвалы. Не каждый человек умеет делать добро. В самом деле, если об этом задуматься, это великое дело уметь приносить людям добро. Вы знаете, что в стенах администрации двери всегда для вас открыты. И вы всегда можете ко мне прийти, без всяких записей на прием. Я рад лично буду и в таком составе пообщаться, и лично принять, если необходимо. И пообщаться по трудоустройству, то есть любые вопросы. Пожалуйста, приходите. Я готов, буду с вами переговорить по любому вопросу. Можете рассчитывать на мою поддержку. В Элисте продолжается активная работа по созданию благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках государственной программы «Доступная среда» в Элистинской школе номер 3 завершилась работа по установке пандусов, тактильных плиток и поручни. Также провели клейку дверных проемов. Школьные туалеты теперь оборудованы тактильными плитками и регулируемыми зеркалами. На реализацию госпрограммы было выделено почти 2 миллиона рублей. Глава города Элисты Николай Розаев отметил, что на сегодня около 40% школ Степной столицы уже оснащены всем необходимым для улучшения качества обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа в этом направлении будет продолжаться. Нам надо форсировать выполнение этой программы, наполнить ее дополнительными источниками финансирования, чтобы мы могли... Сегодня у нас процентов 40 школ города могут похвастаться таким оборудованием и такой доступной средой. Нам надо в кратчайшие сроки увеличивать и доводить это до 100%. Этим мы будем заниматься. Министерство экономики и торговли Калмыкии в рамках благотворительной акции «Щедрый вторник» организовало сбор продовольственных товаров длительного пользования для детей, пожилых и инвалидов, проживающих в элистинских интернатах. Неравнодушные жители Калмыкии, представители органов власти приносили продукты по указанному адресу, принимая участие в добром деле. А накануне собранные продукты были доставлены в Элистинский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов и в Элистинскую коррекционную школу-интернат. Мы с всем сердцем, с нашими стариками, с нашими детьми и теми социально незащищенными категориями населения, которые нуждаются в дополнительном внимании, особенно накануне праздника. Поэтому большое спасибо хочу сказать всем тем, кто поддержал нас и оказал эту благотворительную акцию. Сегодня, в период пандемии, особенно остро стоят вопросы культуры благотворительности, доброго отношения друг к другу. Редактор субтитров А.Семкин